Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Компенсация расходов на командировки для главы региона и председателя УЗС. Если губернатор выйдет на пенсию во время работы на этой должности или потеряет трудоспособность, вместо четырех окладов ему предлагается выплатить только один. И в случае отпуска тоже один, а не три, как сейчас. Кроме того, предлагается с 90 до 80% от размера оклада главы региона снизить оклад спикеру УЗС. Понизить также предлагается зарплаты министров, руководство избирательной комиссии, счетные палаты и различных уполномоченных. Программа Экономика. Бизнес хотят привлечь к ремонту дорог. Такую рекомендацию направит в Минтранс региональная общественная палата. Предлагается привлекать к финансированию ремонта предприятия региона. В качестве примера приводится опыт Амутнинска, где местный металлургический завод бесплатно выделяет тонны шлака для подсыпки грунтовых дорог или участвует в крупных инвестпроектах по развитию улично-дорожной сети. По мнению вице-президента ВТПП Леонида Перминова, который приводит портал Акиров, реальность этого небольшая. Предприятия вынуждены будут финансировать работы из чистой прибыли. Им нельзя будет легально списать эти затраты, то есть это будут очень дорогие деньги предприятий. Кроме того, они и так уже платят достаточное количество налогов и сборов во все виды фондов, из которых должны ремонты проводиться. Узнать о долгах по налогам можно в МФЦ. Получить информацию можно бесплатно, предоставив паспорт. Сведения в МФЦ предоставляются физическим лицам по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц. При наличии долга там же можно распечатать квитанцию и оплатить ее. По данным Кировского управления налоговой службы, сейчас задолженность физических лиц по имущественным налогам превышает 500 миллионов рублей. Пока узнать о долгах в МФЦ можно только в Кирове. С середины июня услуга будет доступна и в офисах, расположенных в районах Кировской области. В завершение валютах доллар сегодня 56,67, курс евро 63 рубля 78 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Ольга Болезина, новости экономики в Кировской области.